добрый день уважаемые трейдер инвесторы сегодня 12 июля пятница представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инстафорекс логотип который как обычно вы наблюдаете у меня за спиной на ежедневной основе так вчера отработалась торговая идея по долларе не на слабейших данных по инфляции в соединенных до сих пор еще штатах америки в принципе прогноз отработал и собственно те новости которые мы ожидали вышли именно такие какие они вышли это очень хорошо потому что легло прям в кассу тех анализа надеюсь вы на этом заработали давайте посмотрим что можно поторговать сегодня но как обычно давайте по новостям все-таки значит что у нас инфляция проскочила все это понятно пятницу у нас еще пипяки будут и так по новостям сегодня у нас пипяки вечером до 15 30 ну я думаю что если еще и пипяки выйдут слабо это конечно продолжит тренд ослабление американского доллара и собственно тенденции которые мы закладывали продолжатся давайте переключимся графиком поехали так начнем с катерочек золота который сейчас откатывают вот хороший лонговый импульс у нас произошел однозначно тенденция у нас быча но напоминаю что многие кстати игроки уже играют на на коррекцию на зеркальный уровень от этой вот зоны здесь был неплохой слом вот я знаю ребят которые уже часть позиции по закрывали на общем то скальпирует в этой зоне на отбой принципе уже неплохо подняли но на вопрос в том докуда может золотишко подвалиться ну смотрите вот эта зона скорее всего зон накопления стоповой ликвидности покупателя здесь то есть все кто покупал вчера и сегодня не пришел здесь то есть я думаю что эта зона будет пробита ближайшее время и тут же еще зеркальный уровень на котором начнут фиксироваться продавцы и здесь может произойти отскок на котором тоже можно поиграть те кто хочет купить все-таки лучше рассчитывать на тест вот этой зоны если дадут то есть примерно вот так вот так можно то есть если вы в шортах то выйти лучше на этой зоне но если вы хотите купить то лучше покупать здесь потому что стоп лосик у вас будет порядка 600 для тейк профита ну как минимум 250 но я не дождь до первого шортового слома который находится у нас вот здесь то есть между сломами здесь можно сыграть пара евро доллар очень хорошо подросла принципе ожидали мы этот пробой но хотелось конечно лучших ценничков для покупок лучших ценников не дали но опять же любопытно остановили котировки на недельных экстремов я думаю что все это будет отработано в ближайшее время как здесь можно сыграть но если вы хотите покупать то лучше опираться на лонговые сломы допустим сегодня у нас произошел лонговый слом на европейской сессии если по хаям сейчас ничего не пробьют и дадут неплохой откат здесь можно поработать на повышение под такой схеме и тогда при стопе порядка 100 пунктов можете рассчитывать минимум на 300 ну как то так как то так на фунт доллар все уже переписал по всем своим хаям прет как танк я напоминаю что это торговая идея была недельная и после хорошего недельного поглощения мы увидели и недельные пробои но впереди у нас кстати экстремум и двадцать третьего года а все что можно фунт забрал в этом году уже ну вот такой вот тренд на ослабление баксом кстати начался друзья мои с еще осенью 22 года этот тренд на ослабление и это конечно любопытно так австралийский доллар напоминаю друзьям и что по этому инструменту еще не все цели забраны этому товарищу еще расти как минимум 1340 пунктов до экстрема 23 года то есть вот это тоже все должно быть выбито доллар канадец самый тормознутые всех инструментов он все-таки пробил несколько недельных экстремов вот в этой зоне но основной вот этот майские лая пробиты не были но такой инструмент на самом деле очень флэтовый ну в принципе логично по его природе то есть отношение американского доллара канадскому у них такие довольно тесные связи и какие-то резкие изменения курса здесь не выгодно никому поэтому его часто трепают именно сеточники пока он не запилит хороший тренд но движение у него такие вяленькие я думаю что сегодня на ппи как тоже все разрешится если ппи выйдут слабый он продолжит валиться если сильно это закинуть по вот этим хаям и кстати было бы интересно очень интересно увидеть вот такой сценарий который у нас один из сценариев был вот то есть если вот эту зону подстригут и уже с нее тогда лупить вот этого я и здесь потенциальчик уже был бы неплохой ну где-то порядка 700 пунктов по пятому знаку доллар иена какие говорил банки японии подключился вот я обрушил чуроену на 4 косаря это немало очень немало и я говорил о том что если то есть на таких хаях банки японии будет подыгрывать подыграть то есть бакс вышел слабый и банки японии поджахнул то есть в кассу баксом слабому баксу они ливанули и ни один инструмент из мажоров не прошел столько сколько длориена то есть однозначно это регулятор вмешался и припустил немного курс ну понятно сто 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 пятьдесят девять это вам не сто шестьдесят три что с этим делать ну если я опять же пойдет опять череда том числе и сегодняшних слабых новостей я думаю что тренд продолжится как заработать на этом а мы заработали то есть мы продавали от этой зоны слома инструмент погулял и собственно новостях упал пробил площадки которые нас интересовали кстати вот эту площадку тоже которые многие тоже говорили что как где вот и и уже забрали вот но сейчас пока на рынок очень растянут и я бы здесь не играл нефтяночка стоит на шартовом сломе и вы можете здесь попытать шартового счастья друзьям и здесь буквально пол там полтора бакса стейком ну вот на на 3 4 к 1 можно посмотреть здесь может может подвалить и принципе правда площадок хороших нет но уперлись шартовый слом и это любопытно bitcoin тоже стоит вчера на ослабление бакса не отреагировал просто стоит в своей зоне для тех кто хочет купить дождитесь шартовой инициативы и вот в этой зоне с отката можно подкупать пока инструмент стоит мужик покупать его не стоит индекс бакса валит напоминаю что основная цель для фиксации шартовых позиций 103 81 эта зона для фиксации те кто стал продажи выше нам не дали хорошую тест шартового сломаном также как по большому счету и по мажорам напоминаю что рынке падает гораздо быстрее чем растут поэтому необычий тренды нравится больше и в таких инструментов как s&p nasdaq и так далее это прям четко видно несмотря на то что бакс просел просел s&p прям торгуется гораздо ниже кстати обратите внимание набили площадку вот но появился и шартовый слома которого тоже можно поиграть пока пока до этой зоне не дошли и nasdaq тоже знатно ливанули вот шартового слома пока тоже так же как и по s&p находится повыше в принципе здесь они отрабатывают эти сломы надо просто играть между сломами и предпочтение отдавать именно ланговым сломом потому что инструменты бычьи по своей структуре так дакса даксу все пофиг тянется растет цвет хорошо сломов нет мы его не берем газик продолжает валить уже 2 и 26 я буду встречать на полпрашечки если дадут если позволит экспирационный период вначале зайти начиная с доллар франка и дальше интересует сеточный метод торговли жду инструмент на границах диапазона где набираем его дружно естественно сетка лимитных продаж покупок снизу продаж сверху на границах мощных таких диапазонов показанных синими непременно магическими прямоугольниками меня на графике канадец франк тоже ждем по краям еще не дошел все что касается иены вчера однозначно отреагировала но не так сильно как через долларовые инструменты аудикат пока не трогаем пробоев нет новозеландец франк будем ждать выше для набора сетки продаж австралиец новозеландец те кто начал набирать молодцы кое-кто уже в плюсе но напоминаю что сеточку нужно раскинуть сюда с шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку и рассчитывать на себя и рассчитывать против себя на проход до 600 пунктов по этому инструменту 600 пунктов ну либо 6000 по пятому знаку но это как бы будь здорово до самого перехода но в этой зоне нас интересует вот такой вариант развития событий заходим и опускаемся если уходим сразу на косарь закрываем прибыль либо продолжаем набрать сетку каждые 500 еврокат продолжает расти для сеток набор у нас будет выше в шарты пока не трогаем евро франк тоже подрастает от лангового слома для сеток у нас диапазон немножко выше везде где есть евро шаг не менее 1000 евро ауди ждем немного пониже для набора сетки лимитных покупок и еврокатик у нас подрастает тоже всех тут вывел но потихонечку растет какие говорит что не доллар и евро как что евро доллар примерно одно и то же по своей структуре они растут не только еврокат немножко шумнее давайте посмотрим ответы на вопросы на youtube канале по вчерашнему видео так это инстафорекс это мой обзорчик смотрим и комментарии спасибо благодарю снова сон bitcoin вниз друзья мои если вы если вы предлагаете торговую идею вниз или вверх говорить от каких котировок с какими рисками и с какими целями буду вам благодарен но я напоминаю друзья мои что под каждым видео с моим участием есть масса полезной информации есть тайм-коды с помощью которых вы можете путешествовать по моим валютным фантазиям есть почта для связи которые не читаю есть телеграм-канал по трейдингу который мы наполняем интересными темами телеграм-чат по трейдингу где ребята общаются предлагать свои торговые идеи обсуждают индикаторы и участвуют в конкурсах по 50 баксов в неделю мы разыгрываем от инстафорекс напоминаю что с инстафорекс у меня заключена уникальная партнерская программа через которую вы можете не платить свопы торговать на ультраспредах и попасть в закрытый телеграм-чат где мы обсуждаем исключительно торговые идеи внутри дня добро пожаловать в мою партнерскую группу друзья на этом у меня все понравилось видео ставьте лайк пишите комментарии и до встречи в понедельник утром на очередном обзоре рынка форекс всем пока